Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол ОТ Жизни, и мы продолжаем нашу карьеру за Дорминскую Барусию. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал и игровой канал РНТ. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, сейчас у нас финал предсезонного турнира, также мы зацепим еще три матча официальных, я там не знаю, суперкубок, да, скорее всего, вот. Вот, сыграем против Баварии в матче за суперкубок, домашняя будет игра против Айнтрахта и выездная против Райбурга, поэтому на вот этой ноте мы и закончим. Что у нас там по поводу трансеров, мы ищем, все так же нам нужен четвертый нападающий в нашу команду, вот здесь осталось два дня, поэтому давайте уже после матчей... Так, а здесь я смотрю, у меня старт со софта я не готов, значит будет играть второй, там если что буду кого-то выпускать. Вот, я не помню, играли ли мы против Атлетика Бильбао или нет, сейчас надо это посмотреть, вспомнить. Да, мы их обыграли 2-1, вот, играли с ними в группе, поэтому оно будет интересно снова с ними встретиться. Состав на ваш экран, как вы видите, второй у меня, ну, в принципе, никак не может выйти, поэтому я надеюсь на ротацию и уверенность моих вот таких игроков из второго состава. Ну и Холланд, естественно, отыграет, наверное, только первый тайм. Поехали. Итак, мы на Олд Траффорде, финал предсезонного турнира. Боруся Дортмунд против Атлетика Бильбао, будет интересно, конечно, это посмотреть. Поехали. Так, Шульц, ну, здесь, мне кажется, только подачи на Холланда. Другой вариант, нет, ну, тут, кстати, за году так же борется и все-таки 1-0. Все-таки 1-0 и Холланд забивает, если я не ошибаюсь, свой первый мяч. Я просто давно записывал карьеру за Дортмунд. Вот. Вроде как на группе, да и в полуфинале он не забивал. Но здесь неплохо. У меня есть два таких больших игрока, как я вижу, это и за году, и Холланд сейчас в штрафной, ну, и Тайкс там где-то на дальней был. Но здесь очень хорошо за году пробил. Ну и повезло с рикошетом таким от вратаря именно на ногу прям Холланду, поэтому замечательно. 1-0. Сейчас мы посмотрим, дебютный или нет. Да, первый гол в пятом матче у Эрлинга Холланда. Фомин. Отлично. Ну, здесь, если Бранд сейчас, да, ускорится, отлично получается. Хорошо сейчас атака наша будет действовать на дальнюю. И здесь все-таки 2-0. Все-таки 2-0. И забивает Рашель. Наш самый, если не ошибаюсь, низкорейтинговый игрок. После того, как мы купим сейчас нападающего, которого нам, в принципе, не хватает, чтобы у нас было 4 нападающих для двух составов, мы будем искать себе опорника. Ну, либо там центрального полузащитника. Рашель сам по себе опорник, но вот играет на позиции центрального полузащитника. Ну, вот. Отлично увеличивает наше преимущество в финале, причем, предсезонного турнира. Шульц поборолся. Замечательно. Тайкс поставил все замечательно. Бранд на Малина. Удар. И это 3-0. Вот и Малин тоже свою лепту внес. Вышел у нас на второй тайм вместо Холланда. Ну, и забивает очередной мяч. Он вроде забивал уже один, как минимум, у меня на памяти. Поэтому все замечательно. 3-0. Громим. Атлетик. В прошлом матче мы им забили только 2. В этом матче вот уже и 3 получилось. И все. Действительно, финальный сесток. Со счетом 3-0 Дортмундская Боруссия обыгрывает Атлетик. Из Бильбао в финале предсезонного турнира, который проходил у нас в Англии. Холланд, Рашель и Малин стали авторами забитых мячей в финале предсезонного турнира. Вот первый трофей Дортмундской Боруссии в этом сезоне. Первый трофей нового главного тренера. Поэтому, ну, замечательно. Еще и Джан вышел. То есть, ротация в этом матче была на уровне. Много было замен. Ну, и Джан с капитанской повязкой на этой игре поднимает первый трофей. Но, естественно, эмоции не такие уж серьезные. Все-таки предсезонный турнир просто так для виду, что вот для галочки. Но у нас этот трофей есть. Так, добавили нам к бюджету 4 миллиона 300 тысяч. Замечательно нас поздравили у руководства с победой на предсезонном турнире. Так, у нас пошли уже сообщения. Да, вот и пошли наши, кстати, окончательные отчеты. До конца посмотрели вдруг. Да, вот по Дауду пришло предложение от Валериала. Мы его не продаем. Потому что у нас вроде там и так небольшие проблемы с кадрами. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у нас, в принципе, там по трансферам. Какие игроки. Сейчас будем искать, сравнивать. Так, ну вот, даже вот так вот. Отталкиваясь от этого, есть 18-летний. Ему 60... Это у него 66-й рейтинг, вот. Поэтому вот этого, значит, уже сразу убираем. Например, сравнивая из этих, тоже вот, я не знаю. По ключевым показателям у него разгон, рывки. 74-й максимальный рейтинг. У этого побольше даже, поэтому, Сахи, извиняй. Так, ну и вообще желательно игроков 70+. Там, если повезет, 75-й бы хотел. Давайте вот этих уже не будем, естественно, которых нам нашли. Уже так поздно. Там вроде Джонатан Давид был, но ничего. Так, 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 так. Ну вот, есть ТМ Мофи. 74-й рейтинг. Есть Калу Муани. Давайте вот этих бы ребят я и посмотрел. Так, ну, в принципе, сила 86, рывки, прыжки, завершения есть. Так, ну, у этого он и быстрый, и с дриблингом хорошим. Поэтому давайте попробуем Калу Муани, француза из Нанта, подписать. Почему бы и нет. Интересный многообещающий игрок. Надеюсь, поможет, ну, вот, второму нашему составу. Так, предложим цену трансера. Деньги у нас, конечно, есть. Давайте 10 миллионов. Приблизительно рыночную стоимость его предложим. Так, они хотят, чтобы мы им Шульца отдали. И доплатят 3, там 4 почти миллиона. Нет, мы не готовы идти на такое вот предложение. Поэтому давайте просто так же вот 10 миллионов со второй попытки. Так, ну, они согласны, но только с перепродажей. Вряд ли я буду вообще его перепродавать. Вот. Поэтому исключаю. Давайте там уж 12 тогда миллионов добавим. Все, за 12 миллионов Колу Муани из Нанта. 22-летний нападающий. Можно к нам сейчас перейти. Осталось только с ним лично поговорить. Так, говорят, нерегулярный. Ну, в принципе, давайте такую роль-то ему и оставим. Он во втором составе будет играть. Вот. Дальше, ну, на 5 лет. Да, все их устраивает. Отступные, хотя 25 600. Вообще без отступных всегда будем мы. Так. Ну, все. 37 тысяч зарплату хотят. И подписной бонус 320 тысяч. Поэтому мы соглашаемся. Так. Подписали. Отлично. Второго нам нападающего. Во второй состав. Так, отсюда мы тогда убираем Холланда. Вот он даже получше будет, чем тот же Тайкс. Так, ну, сейчас мы смотрим на наш второй состав. Видим, что у нас Рашель. Самый такой низкорейтинговый игрок. Я бы еще посмотрел, что там у нас, в принципе, по возрасту в команде. Кто там самый возрастной. Так, ну, это Шмельцер. Мы его в аренду как бы сдали. Вот. Точнее, отправили. Поэтому я даже не знаю. Может, стоит до левого защитника нам получше. Приобрести. Вот. Шмельцера тогда выставим на трансер. Чтобы возрастных игроков у нас, в принципе, не было. Поэтому давайте сейчас будем искать левого защитника. Нам тоже многообещающего. Так, все замечательно. Все решили. Всех отправили. Так, ну и у нас. Надо уже смотреть здесь по готовности. Пусть второй тогда состав отдыхает. Мы только что там практически все отыграли в финале пресезонного турнира. Вот. Колуму Ани уже представлен. 18 номер себе взял. Так, что у нас по тренировкам? Здесь замечательно. У нас все на А выполнено уже. Поэтому просто симулируем. Так, Шмельцер написал. Хорошо, что вы передумали. Возможно, ты пригодишься. Ну, я же его выставил на трансер сразу же. Поэтому странно, что он такое сообщение нам написал. Так, что здесь дальше у нас? Пусть также второй состав у меня дальше поотдыхает. Пока что первый тренируется. Так, по Шульцу пришло у нас предложение из Лацио. Мы его, естественно, не выставляли. Но за 9, почти 10 миллионов хотела Лацио у нас купить Шульца. Так, уже нашли нам неплохих левых защитников. Сразу же мы будем отправлять, чтобы искали информацию по ним. Не задерживали для нас. Потому что нам время все-таки... Так, ну вот этого сразу не будем. Но Мэндош, раз он в аренде в ПСЖ, поэтому и смысла нет. Его нам даже, скаутом, на него отправлять. Так, по Хитсу пришло предложение. Мы его сдавали в аренду. Да, его так, его хотели, да, у нас в Торино забрать. Но он, наверное, сам там отклонил. Или мы, в принципе, ему не договорились с клубом. Поэтому давайте сейчас попробуем договориться с Спортингом на один сезон. Да, Спортинг, замечательно, согласен. Поэтому давайте сейчас 60 на 40. Так, все супер. В хорошую команду мы его готовы отдать в аренду. Тем более, который каждый сезон там борется за чемпионство. Так, дальше у нас... Так, послак это уже не то. Вот, Джан. Джана мы не собирались продавать. Поэтому его хотят вернуть в Ливерпуль. Мы отклоняем. Так, очередная у нас тренировка. Пусть уже, наверное, и второй состав потренируется. А то уже две тренировки подряд. Первый был. Так, здесь замечательно. Все тоже на А у нас выполнено. Так, нам там еще нашли игроков. Так что тоже по ним сейчас будем отправлять, чтобы скауты за ними начали следить. Так, послак у нас официально продан. В Джану за 2 миллиона 750 тысяч он уходит. Так, у нас здесь есть две тренировки. Одну из которых нам нужно переделать, другую впервые пройти. Ну что же, прошли мы эти две тренировки. Одну перевыполнили. Ну и третью уже просто рассчитываем. Так, нашел всех, кого смог. Это по левому защитнику во Франции нам всех нашли. Дальше у нас из Лиля пришло предложение по поводу Вульфа нашего, Волфа. Но мы отклоняем. Не знаю, кстати, почему. В принципе, у нас его вот нету. Наверное, он там во втором составе. Даже не знаю, где. Либо мы его на правого защитника пытаемся сейчас сделать. Вот вместо Мори. Все, хит сдан в аренду в спортинг на один сезон. Так, очередная тренировка для нас. И вот здесь вот мы вот эту не выполняли. Итак, мы выполнили с первой попытки эту тренировку на А. Остальные просто рассчитываем. Так, по нескольким игрокам у нас уже пришли окончательные отчеты. Давайте посмотрим. Напоминаю, что нам, в принципе, состав нужен во второй вместо... Хотя, нет, нам, в принципе, нужен игрок. Даже получше Шульца. Вот ниже мы просто покупать и не будем. Вот если есть там 77 даже, мы тогда еще подумаем. Есть, кстати, Адриэн Труферд. Вот, 75-го рейтинга интересного. Поэтому, может быть, его мы пока что и оставим. Но пока что будем ждать 77-го левого защитника. Так, скауты нам сказали, что нашли всех в Германии, кого только могли. Так, и у нас очередная тренировка, которую нам, кстати, придется всю пройти заново. Потому что здесь нам надо даже переделывать. Ну что же, две тренировки мы выполнили на А. А вот вторую тренировку перевыполнить на более лучшую оценку, к сожалению, не получилось. Так, нам пришло предложение по Шмельцеру. За 980 тысяч его готовы купить в Рае Валикану. Ну давайте, потому что у него рыночная ниже стоимость. Поэтому вот так вот легенду клуба мы отдаем в Испанию. Может быть, там все-таки, ну по погоде там, мне кажется, получше, чем в Германии. Поэтому там он, наверное, и закончит свою карьеру. Так, у нас ежемесячный отчет о молодежном составе. Кстати, уже Георгий Лысенко наш стал 89-го потенциала. Вот, поэтому мы с ним завершаем контакт. Также нам понаходили скауты всю дополнительную информацию. Поэтому давайте сейчас поищем нашего вот этого защитника, может, с которого есть рейтинг 75 приблизительно хотя бы. Так, ну нет, все-таки так же все и остается. Адриэн Трюферд, Трюферд наш. Вот, я не знаю, есть ли смысл его вообще покупать. Вот. Добавлю его просто так, наверное, в список вот сюда. Потому что, ну, пока что нету мне смысла его брать. У нас есть и Шульц, у нас есть и Гюрера. Вот, поэтому мы просто так вот избавились, я так понимаю, от Шмельцера сейчас. Ну, тоже вот возрастной игрок нам сильно-то и не нужен. Так, ну все, давайте дальше тогда продолжим улучшать наш состав. Нам нужен центральный полузащитник вместо Рашля. Вот, поэтому так же в многообещающих сейчас будем искать. Так, ну здесь у нас снова новая тренировка одна, карусель. Поэтому ее мы сейчас и будем проходить. Итак, выполнили мы эту тренировку на Б, ну и остальные просто рассчитываем. Так, скауты уже нашли аж целых 10 нам игроков. Так, ну вот, кто в аренде, мы их, естественно, брать-то не будем. Так, ну и очередная тренировка у нас и вот последнюю мы не выполняли. Ну что же, выполнили мы эту тренировку на Б, ну и остальные просто рассчитываем. Так, пришло у нас предложение по трансферу в Вицеле, хотят его купить в Манчестер-Сити. Уже второе предложение из Англии. Так, и по Томасу Минье, пришло в Валенсию, его хотят купить. Так, очередная тренировка, ну и вот эту вторую будем пробовать перевыполнить. Ну что же, перевыполнили мы эту тренировку на Б, и остальные просто рассчитываем. Итак, очередная тренировка, но здесь нам надо выполнить, наверное, уже все-таки третью только тренировку. Мне кажется, Б это хороший результат. Так, не получилось нам замечательно выполнить эту тренировку, только С, но в следующий раз будем перевыполнять. Так, нам приходит сообщение от Марко Ройса. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую. Так, я подумал, ну действительно, Марко Ройс будет у нас в стартом составе, он вроде из капитанская повязка даже выйдет. Сейчас мы посмотрим, да, действительно. Ну и отправляемся на пресс-конференцию. Итак, чего вы ждете от матча против клуба Баварии? Я даже не знаю, сосредоточимся на эффективности. Вы хорошо провели предсезонную подготовку, чего ждать теперь? Будем играть как обычно, скажем. Вы собираетесь приобретать игроков до закрытия трансферного окна. Мы строим команду, способную побеждать. Так, нам нужно усиление, скажем так. Ну и что же, все. Официальная первая игра. Матч за суперкубок. Абсолютно все лучшие игроки сейчас у меня выйдут на поле. Все заряжены. Никакие теперь не предсезонные матчи, не предсезонные турниры. Все самые стартовые составы, как и у нас, так и у соперников. Суперкубок Германии. Поехали. Итак, мы на Сигнал и Дуне Парк. Причем еще и на домашнем стадионе выпала честь проводить матч за суперкубок Германии. Потому что, в принципе, у Баварии нет лицензии на Альянс-Арену. Вот она только в Pro Evolution. Поэтому, мне кажется, из-за этого матч за суперкубок именно будет проводиться в Дортмунде. Ну что же, мы заряжены. Также заряжены игроки Баварии. Поехали. Здесь отлично на перехвате Хюмельс отыграл. Ну и все, пошли там последние минуты первого тайма. И вот так вот Биллингем на Ройса. И Марку Ройс 1-0. Перед самым перерывом Марку Ройс вводит вперед. Дортмунскую Барусию в матче за суперкубок Германии. Шикарная атака. Ну и, кстати, Биллингем отдает первую голевую передачу в этом сезоне. И Ройс с левой ноги вот так вот из-под Упамикана пробивает. Ну и Нойер буквально в сантиметрах от мяча пролетает. Ну и все. Баруся ведет. А 1-0 перед самым перерывом на 45-м минуте Ройс забивает этот мяч. Это очень даже положительно для команды. Главное, чтобы сил хватило и на центр поля, и на атаку. Коман с мячом. Здесь Мюллер. Сане. Ливандовский, ну как сейчас распасовывают? Ну как распасовывают это 1-1? Лерой Сане только что вышел на поле буквально 5 минут назад вместо Гнабри. И сравнивает счет в матче за Суперкубок Германии. Ну вот так вот давили обе команды. Ну и на ничью уж точно наиграли обе. И все. Финальный сесток. Счет у нас 1-1. Я не знаю, сейчас будет ли дополнительное время. Либо сразу серия пенальти. По их джиму наиграли на 4 мяча. Бавария на 3. Ну и сейчас посмотрим. Да, сразу серия пенальти. Поэтому я никого менять-то и не буду. У меня вроде как они здесь автоматически по лучшим пенальтистам и выставлены. Ну что же, Вицель против Нойера. Я даже не знаю. Но давайте попробуем. Отлично, 1-0. Левый нижний угол прошит был. Ну и сейчас Ливандовский. Отлично, Бюрки. Заранее даже уже прыгнул. Эта пауза не помогла сейчас Роберту Ливандовске. Холланд. Делает счет 2-0. Замечательно. К мячу подходит Сабицер. Ну и мимо. Вот тогда. Новичок Баварии промахивается. Малин. Тоже новичок Барусии. Шикарно. Хоть и угадывает Нойер, но немножечко прыткости не хватает. Лерой Сане. Автор одного забитого мяча. Не забивает и все. 3-0 по серии пенальти. Бюрки не пропустил ни одного мяча. И мы одерживаем эту победу. Замечательно. Замечательно сыграли и наши ребята по серии пенальти. Вицель, Холланд и Малин. Но вот немножко не повезло игрокам. Баварии. Два неточных удара. И один сейф от Бюрки. Ну и все. Юлиан Бранд вышел в концовке матча вместо Марка Ройса. Автора забитого мяча в основное время за Дорненскую Барусию. Вот и капитанская повязка перешла именно этому игроку, который сейчас и поднимет суперкубок Германии над головой. Первый для нас трофей. Официальный. Второй, так сказать, уже в сезоне. Первый был предсезонный турнир. И вот сейчас суперкубок Германии. Замечательный трофей. И в первом же официальном матче обыграли Баварию. Хоть и по серии пенальти. Так что, ну, будем стремиться в чемпионат, либо в кубки, обыграть Баварию. И постараться в основное время. Итак, нам здесь уже окончательные отчеты пришли. Так что сейчас мы будем выбирать нам игрока в центр поля. Так, Коллинз. Хотит его взять в Карлсруе. В аренду, но с правом выкупа. Давайте сейчас посмотрим. Будем договариваться о том, что без правого выкупа. Так, ну и Карлсруе. Карлсруе, естественно, отказываются от такой аренды без правого выкупа. Но нам неинтересен был этот вариант. 3 миллиона нам добавили за победу в суперкубке. Рой действительно ценит то, что я прислушался к нему. И выпустил его в матче за суперкубок. Так, ну и давайте смотреть на центрального полузащитника. Нам нужен 70+. Сразу же игрок. Вот Мататца нашел. Вот Гуарна. Прошу прощения, до свидания. Так, ну есть еще игроки. Нам еще их нашли. Поэтому давайте пусть еще. Пока что эту позицию не будем так уж прямо закрывать первым попавшимся. Поищем еще. Так, и у нас сейчас тренировка. Пусть, наверное, все-таки второй состав потренируется. Первый отдохнет. Так, здесь замечательно. Все на А мы выполнили. Так, официально Шмельцер продан. Перешел он в Рая Валикана за 980 тысяч евро. Так, и очередные у нас окончательные отчеты. Это по другим игрокам, которых я, так сказать, в небольшую паузу поотсматривал. Так, ну вот все, кто ниже 70, мы просто будем удалять из отчета. Так, ну может сразу просто Доминика Сабаслая подписать, который перешел в Лейпциг. Я не знаю, сейчас можно ли его сразу. Что они сейчас скажут. Вот, в принципе, молчат. То есть он уже недавно только перешел из Зальцбурга в Лейпциг. Вот, поэтому давайте попробуем договориться. Мне кажется, вот этот будет самый такой вот интересный вариант. Ну и попробуем договориться с клубом. Надо дешевле 43 миллионов постараться. Так, предложим цену. Ну и давайте 25 миллионов. Попробуем. Чуть выше рыночный. Так, они хотят у нас забрать за году и доплатить 14 миллионов. Так, убираем. Так, ну раз их не устраивает 25, давайте 28 попробуем миллионов. Может быть получится. Да, за 28 миллионов Лейпциг согласен продать клуб конкурент. Согласен нам отдать вот Доминика Сабаслая. Отлично. Сразу мы его переучим на позицию центрального полузащитника, не на Цапника. Ну и супер. Мне кажется, вот это вот подписание хорошего игрока нашли. Так, говорят, ротационное. Мне кажется, он будет важным игроком. Мы его даже, если что, и в основу можем на замену выпускать. На 4 года он хочет, мы на 5 готовы предложить. Согласен ли он? Да, замечательно. Игнорируем. Отступные. Так, они готовы даже пойти на понижение. 31 с половиной, 31 с половиной тысячи мы им выплачиваем в неделю. И 208 тысяч подписной бонус. Замечательно, хорошего игрока действительно мы подписали сразу же. Поэтому супер. Вот этих всех тогда уже игроков, которых вот хотели мы отсматривать, просто убираем. Кстати, из возможных новичков мог быть и Хави Симмонс из ПСЖ. Так, ну и сразу давайте посмотрим. Нам нужен еще тогда получается один нападающий вместо Тайкса. Вот. Так что выбираем. А здесь форварда. Так вот. Вроде хорошо себя показал на предсезонном турнире. Давайте даже не только форвард, а просто нападающий. Потому что если что, из СФДшника мы тоже можем переделать форварда. Поэтому вот. Вроде хорошо он себя показал на предсезонном турнире, но все равно уровень немножечко не тот, который нам нужен в принципе. Так, здесь все. Добавили мы Сабаслая в второй состав. Ну и сразу же давайте его найдем в нашей команде. Вот здесь вот и переделаем ему позицию, чтобы он сразу готовился играть в центре поля. Ну, без таких прям ярых подключений в атаку. Так, ну вот 179 недель. Многовато, конечно, но как-то так. Седьмой номер, кстати, себе взял. Вот так, да. Но у него и так две семерки в рейтинге. Поэтому посмотрим. Так. Пусть у меня еще первый состав сейчас отдыхает. Потому что, скорее всего, я первый состав выпущу на матч против Айнтрахта. Это дебютная игра наша будет в Бундеслиге. Надо ее на уровне провести. Поэтому пусть потренируется второй состав. Так, ну здесь все на А, Б. Сразу же будем мы такие тренировки симулировать. Так, сразу же уже приходит сообщение, что во Франции всех нашли, кого смогли. Так, а тут никого нам пока еще не нашли. Поэтому как-то вот так. Что у нас сейчас по трансферам? В принципе, мне интересно. Гиди перешел в ПСЖ за 88 миллионов. Кулебали из Наполи перешел в Реал. И Тилиманс перешел в Ливерпуль. То есть, вот, Лестер потерял двух таких ключевых центральных полузащитников. Посмотрим, как они проведут свой сезон. Если, конечно, они будут сейчас укрепляться. Так, посещаем пресс-конференцию. Так, как победа в Суперкубке влияет на состав перед первой игрой в чемпионате? Так, мы ежедневно напряженно работаем. Вот так, наверное, ответим. Команда сможет выиграть Лигу в этом сезоне. С такими игроками мы можем побеждать каждый год. Главное, уверенность. Скажем лучше так. Так, Цабаслави сыграет первый матч. Какие у вас ожидания? Так, на акклиматизацию нужно время, лучше скажем. Вот, но давайте я его, естественно, так сказать, в сезонную заявку в первый состав на скамейку запасных не возьму. Но вот сейчас просто попробуем. Я там не знаю вместо кого. Так, а почему у нас здесь тайк, кстати, надо это нам потом будет переделать. Вот вместо Фоминабы я бы, пожалуй, вместо Бранта... Давайте рискнем, вместо Бранта возьмем мы все-таки Цабаслави только на эту игру. Если там уже все будет понятно, мы дадим ему шанс дебютировать, чтобы потом у нас сильно проблем там в прессе не было. Все, дебютная игра в Бундеслиге. Боруссия против Франкфурта. Поехали. Ну что же, Бундеслига. Бундеслига начинается у нас на Сигнал и Дуни Парк. Наш первый официальный матч в чемпионате Германии на домашнем стадионе. Странно, конечно, что Суперкубок проводился тоже здесь. Надо было на каком-нибудь действительно нейтральном стадионе провести. Но вышло так, поэтому я буду верить, что домашние стены нам именно помогли обыграть Баварию в матче за Суперкубок. Ну теперь для нас новый турнир. Начинается сейчас и постараемся одержать первую победу в сезоне. Ройс. И на Холланда как? Эрлинг Холланд. 1-0. Эрлинг Холланд забивает первый гол Баруси в Бундеслиге в этом сезоне. Кто как не он, действительно, на 31-й минуте. Шикарная голевая передача, если я не ошибаюсь, от Марка Ройса была. Сейчас посмотрим. Да, действительно, аккуратная, тоненькая сразу. Прям как и гол. Аккуратная, низом таким. Так же, как и Эрлинг сейчас катнул мяч рядом с Кевином Трапом. Супер. 1-0. Баруси выходит вперед. И первый гол в первом же матче Эрлинга Холланда в этом сезоне в Бундеслиге за Баруси Дортмунд. Холланд. Ух, как сейчас в стеночку-то отыграли. Эрлинг с мячом. Нет. 2-0. Со стороны Эрлинга не получилось забить ему дубль. А вот получилось забить дебютный гол Малину. Поздравляем его и с этим. В первом же официальном матче в Бундеслиге в Суперкубке, к сожалению, не получилось забить. В основное время в матче, в послематчевом пенальти получилось. Малин решил практически этот исход. Вот. Он забил последний, третий пенальти Баруси. Ну и там уже промах Лерой Сане все и решил. Ну вот сейчас понятно, что легкий гол по пустым воротам. Но гол есть гол. И уже на 37-й минуте Баруси уверенно переигрывает Айнтрахт. Супер. Джан отлично перехватил мяч. Ройс. Аккуратно здесь нам Малина. Холланд. Ну а Холланд просто берет мяч и идет вперед. 3-0. Вы просто посмотрите, как сейчас разрывает просто оборону Айнтрахта. Холланд вместе с Ройсом и Малином. Очень хорошая троица. Она сейчас собралась в основном стартовом составе. Ну супер. Просто как стоячих сейчас обыграл Эрлинг Холланд защитников Айнтрахта. Ну и в дальний угол забивает норвежец. 3-0. Дубль Холланда в первом же матче в Бундеслиге. Тогда Коста с мячом. Опасная атака пошла. И вот так вот. Айнтрахт забивает первыми буквально спустя 5 минут после начала второго тайма. До Коста. Уменьшает вот это разгромное преимущество Баруси. Ну а Бюрки пропускает свой первый мяч в Бундеслиге в этом сезоне. Так, Комада. Комада с мячом. В опасной атаке. 3-2. Вы посмотрите, что творит Айнтрахт. 59-я уже минута. Борре забивает. Делает счет 3-2. И все. Вот это вот отставание, которое было, просто мне кажется, неотыгрываемым. Айнтрахт забивает два мяча таким дуплетом. И все. Счет уже очень скользкий, как для Баруси. Так и для Айнтрахта. Поэтому еще победитель здесь, мне кажется, неясен. Такие у нас трансферные новости. Вицы. Вы посмотрите. Малин отдает на Джана и Джан. 4-2. 67-я минута. Все-таки Баруси говорит и свое слово во втором тайме. Забивает первый мяч. Во вторые 45 минут. Ну и пытаются снова увеличить свое вот это вот преимущество. Ну и неплохо здесь, как раскатали в дальний угол. Низом так пробили. Легкий вроде мяч. Но у Трапа вытащить все равно не получилось. Очень тонкие передачи у Баруси. Но все равно дебютная игра в Бундеслиге у нового главного тренера Баруси. Вышел замечательный. 4-2. Немного нервы потрепали болельщикам Баруси. 3-0. Ведя в счете. Айнтракс проигрывая 3-0. Смог немножко надломить игру. Сделал счет 3-2. Но все равно Эмриджан забил четвертый мяч Баруси в сегодняшнем матче. И в итоге окончательный счет 4-2. И победа хозяев. Так, ну пусть у нас сейчас основной состав отдохнет. Второй потренируется. Так, замечательно. У нас все на А выполнены тренировки. Так, по Дауду у нас снова, кстати, предложение. Из Астанвилла уже. Отклоняем. У нас осталось только вот Гурпуза и Коллинса сдать в аренду. И все, в принципе, задачи мы свои выполнили. Отдав и продав игроков. Чтобы они получали свою игровую практику. Так, а у нас выездная дайсч сегодня игра осталась против Райбурга. Ну, я не знаю, давайте так же, наверное, первый состав и сыграет. Хотя, как там интересно, Фрайбург сыграл свой первый матч. Но они сыграли в ничью 2-2, тем более. Поэтому все-таки надо первым составом, мне кажется, выходить. Поэтому сейчас потренируется первый. Перед игрой будет тренироваться второй состав. Так, здесь снова все на А. Так, по Мэттей Мори пришло предложение. По аренде из Леона мы отклоняем. У нас этот игрок пока что во втором нашем составе. Так, что по трансерам? Нашли Матео Климовича. Давайте дадим указание последить за ним. Вот время там, в принципе, у нас еще есть. Там неделька, буквально 10 дней до конца трансерного окна. Поэтому, я надеюсь, замену Тайксу мы найдем. И я надеюсь, этот игрок будет 70+. Так, ну и вторым составом мы сейчас тренируемся перед матчем с Фрайбургом. Да, давайте тоже здесь полностью так же оставим эти тренировки на А и на Б. Мне кажется, замечательные. Так, ну и все. Пока что без сообщений, что у нас по трансерам. Кстати, не прогрузились даже. А все так же. Нигидик, Улибали и Телеманс. Ну а мы отправляемся нашим стартным составом. У нас немножко есть Гюрера, Вицель, Мюнье, Ройс, Малин, Холланд. Немножко устали. Наверное, все-таки они принимали участие в тренировке. Так, ну да. Пока я не забыл. Пока я не забыл. Нам надо вместо Тайкса, которого я брал на скамейку запасных, теперь уже ставить Колу Муани. Ну и Цобасла, я не знаю, надо или нет. Вместо Фомина. Такая вот пограничная позиция. У нас Вицель есть. Поэтому пусть, наверное, так все и останутся. Вот. А Вульфа тогда вместо Мори возьму на скамейку запасную. Все-таки мы его вроде как переучиваем на правого защитника. Так, ну все. Переходим к последней игре на сегодня. Фрайбург против Баруси. Выездная для нас игра. Поехали. Итак, мы на выезде против Фрайбурга. Гостевая для нас игра. Первая, причем гостевая в этом сезоне. Посмотрим, как готовы у нас ребята. И у Мюнье не получилось. Вроде высокий. Один из самых высоких правозащитников вообще в мире. Но как-то не вышло. Мален. Пошла подача. Холланд. Один. Двадцать девятая минута. Мален шикарную голевую передачу на Эдлинга Холланда выдал. Ну и тот на дальней штанге шикарно ее замкнул. Один ноль. Еще и в противоход как-то пытался так пробить. Я думал в ближний забьет, но нет. Третий гол. Норвежцы. А только у нас второй тур Бундеслиги. Фройс на Холланда. Холланд выводит там Малена практически. Вот в атаку уж точно. На такую же позицию. И вывел голевая передача. Обменялись они причем. Два ноль. Гол плюс пас. Пас у Малены и у Холланда на выезде. Вообще замечательно. Пасы в одно касание у Баруси проходят. Пасы пятками. Мален. Дубль. Дубль и голевыми передачами у Эдлинга Холланда сегодня. 3-0. Баруси снова забивает три мяча подряд. Так же как это было в первом туре Бундеслиги. А все уже даже финальный свисток. Я думал какое-то нарушение. Баруси громит Фрайбург на выезде. 3-0. Дубль Малина. И один гол от Эрлинга Холланда. Ну причем Холланд 1 плюс 2 сделал за этот матч. Получит наверное именно он игрока матча. Хотя нет. Мален тоже. Вот у него тоже была голевая передача. Дубль плюс голевая. Наверное. Ну два гола больше ценится. Нежели чем две голевые. Поэтому вот эти парни сегодня просто все сделали в этом матче. Друг с другом очень хорошо сыгрались. И вот Малин стал первый раз игроком матча за Дорганскую Барусию. Так. Нашел всех нам говорят скаут в Германии. Так. А Вицеля хотят уже даже и в Барселону. За 24 миллиона. Вот такие вот классные предложения. Действительно для Вицеля. Который уже там подумывает о том, чтобы закончить карьеру. Ну пока что как-то так. Климович у нас единственный пока что игрок. Вот. Которого мы можем подписать. Вместо нашего Тайкса. Так. Ну и игра у нас будет против Хофенхайма дома. Я не знаю как они отыграли свои первых два тура. Но кстати да. Они выиграли и сыграли в ничью. Они так сказать в лидерах сейчас идут. Вот в топ 6. Поэтому мне кажется тоже будем стартовым первым составом играть. Поэтому сейчас в любом случае тренируется у меня второй состав. Чтобы первый отдохнул. Так. Здесь все замечательно. Все на А выполнены на тренировке. Так. Ну тут уже можем потренировать и первый состав. Там буквально два дня до матча. Так. Матео Климович. 69. Ну. Рост 179. Неуловкость 86. Даже не знаю. Пока что вот мне кажется нет сразу. Потому что ну нам нужны игроки в любом случае 70+. Иначе если мы сейчас будем всех покупать там. Вот к примеру говорю. У Тайкса сейчас рейтинг 66. Ну что я должен 67 рейтинга покупать уже? Нет. Нам нужно именно для усиления команды в любом случае. Поэтому где-то 70+. Ну вот мы будем искать игрока. Так. Все. Первый пусть у меня отдыхает состав. Выпускаем на тренировку второй. Так. Ну и здесь последнюю тренировку выполним. Ну что же. Выполнили мы эту тренировку на А. Замечательно. Ну и остальные просто рассчитываем. Ну и на этом все. Никаких сообщений нам не пришло. Никого нам пока что не находят на очередную вот повторяющуюся позицию нападающего. Поэтому как-то так. Что там по трансферам у нас. Чтобы подвести итоги. А все так же. Дидик, Улибали и Телематс. Поэтому, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok